То, что пары разводятся, не редкость. Причин для развода немало. Вот и Олег с Наташей после 15 лет совместной жизни решили развестись, хоть и видимых причин для этого не было. К тому же двое детей. Дочери Даше 8 лет, а Вовке уже 13. Все эти 15 лет Олег ездил через месяц на вахту, зарабатывал большие деньги. Вот только отношения между супругами становились все холоднее и холоднее. Чувствовала Наташа, что у супруга там, на вахте, кто-то есть. У Олега и отец там уже более 30 лет проработал. Тоже большие деньги зарабатывал. У них коттедж неплохой в деревне был. А его супруга, Полина Федоровна, недавно вышла на пенсию и теперь откровенно скучала. Жили они далеко от сына, так она и к внукам редко приезжала. А если и приезжала, то на день другой. Все говорила, что на работе устает. Но сейчас она на пенсии, и когда узнала, что сын со снохой разводится, да та еще собирается на алименты подавать, сразу приехала. Просто представила, какие огромные алименты сыночку придется платить. И решила Полина Федоровна забрать одного из внуков себе. Вот и пришла с этим к своей снохе. Та встретила ее, если и неприветлива, то без всякой злобы. Здравствуйте, Полина Федоровна. Заходите, сейчас чай поставлю. Здравствуй, Наталья. Внуки мои где? На улице. У них летние каникулы. Домой не загонишь. Свекровь зашла на кухню по-хозяйски. Подождала, пока сноха накроет на стол, сядет и, попивая чай с дорогими конфетами, начала разговор. Как я поняла, Наталья, вы с моим сыном разводитесь, и ты подаешь на алименты. Вы все правильно поняли, Полина Федоровна. То есть, ты собираешься с моего сына тянуть деньги и жить в свое удовольствие? Я хочу получать алименты на его детей. Так вот, что я решила, сношенька дорогая. В голосе слышался откровенный сарказм. Мой сын имеет такие же права на детей, как и ты. Поэтому я забираю у тебя Вовку и никаких тебе алиментов. Вы забираете Вовку? На лице снохи неожиданно появилась улыбка. Да, свекровь ухмыльнулась. Похоже, тебя это не особо огорчило. Вы правы, Полина Федоровна. Отец имеет одинаковые с матерью права на детей, а бабушка имеет право воспитывать своего внука. Достала телефон. Сейчас позвоню ему. Внук пришел лишь через полчаса. Видно, особо не торопился. Зашел на кухню. О, бабушка приехала. Вовочка, каким ты большим стал? Выше меня уже. Удивленно воскликнула Полина Федоровна. Сын, бабушка хочет взять тебя к себе. Сразу сообщила мать. В деревню, что ли? Вова, у нас не совсем деревня, а вполне современный поселок. Тут же поправила Полина Федоровна. Будешь жить в коттедже? Да я не против. Как-то мечтательно улыбнулся мальчишка. Вова, возможно, ты останешься с нами навсегда. Мы с дедом не вечные. Когда-то умрем, и коттедж останется тебе. А когда? В его голосе уже слышала заинтересованность. Что когда? Не поняла бабушка. Коттедж когда мне достанется? Не знаю. Растеряна, пожала плечами Полина Федоровна. Лет через двадцать? Долго, конечно. С сожалению, произнес внук, но махнул рукой. Ладно, я согласен. Ну, тогда собирайся. Я сейчас такси вызову. Мама быстро собрала ему самые необходимые вещи, дала денег на мелкие расходы, и свекрусь с внуком вышли из квартиры. Наташа с улыбкой смотрела, как они сели в машину и уехали. Ух ты! Мальчишка с восторгом осмотрел коттедж. Зашли во двор. И собака есть! Вскрикнул Вовка. Баба, какой классный пес! Как его зовут? Буран, теперь выгуливать его будешь ты. Два раза в день. Восемь утра и восемь вечера. Конечно, без проблем. Мальчишка смело подошел и погладил пса. Вова осторожно, вдруг укусит. Буран пес умный. Давай, заходи в дом. Продолжая восхищаться, внук зашел в дом и тут же спросил. Баб, а где моя комната будет? На втором этаже две комнаты слева, это наши с дедушкой, а справа три свободные, выбирай любую. Ага. И помчался по лестнице на второй этаж. После того, как немного осмотрелся и поел, внук сообщил. Пойду прогуляюсь по вашей деревне. Только осторожно, у нас соседский мальчишка Пашка хулиган, каких свет белый не видывал. Он на два года старше тебя, а то побьет еще. Ладно, кивнул внук, не вникая в слова бабушки. Долго не задерживайся. Баба, у меня же телефон. Полина Федоровна села за ноутбук посмотреть свой гороскоп на ближайшее время. Успела лишь прочитать, что ее ждут потрясения, как на улице раздался крик соседки. Что-то интересное, сразу решила она и выбежала на улицу. Татьяна, ее соседка, стояла со своим сыном, который был на голову выше ее самой и что-то кричала. Рядом уже собрались любопытные. Подойдя поближе, Полина увидела, что у того разбита губа и под глазом синяк. «Это все твой хулиган!» – бросилась к ней соседка. «Что произошло-то?» – не поняла Полина Федоровна. «Две стоящие рядом девчонки, лет по двенадцать, стали наперебой с каким-то восторгом рассказывать. Мальчик, который вышел из вашего дома, пошел к речке, а Пашка подошел к нему и начал угрожать, а тот его побил. Полина Федоровна мало чего поняла из их рассказа, но тут же вынула телефон и позвонила внуку. «Вова, ты где?» – на речке. «Хочу искупаться. А что случилось?» «Ты зачем побил Пашку?» «Так этот щегол и есть Пашка?» «Я просто на речку шел, а он сам напросился. «Ну-ка немедленно домой!» «Баба, я разок окунусь!» И связь перервалась. Вернулся внук лишь через час. Полина Федоровна за это время несколько раз звонила ему, но тот не отвечал. «Вова, что все это значит? Я тебе звоню, звоню!» «Я на ту сторону реки плавал. А если бы утонул?» «Баба, ты о чем? Я хорошо плаваю. А зачем Пашку побил?» «Я же говорил, шел на речку, а он подлетает. Баба, ну что мне оставалось делать?» «Все, иди домой!» – приказала она внуку. После ужина бабушка велела, «Иди погуляй с собакой. Вот поводок». Пес был немолодой и очень умный, и, похоже, понял, что в ближайшее время его хозяином будет этот мальчишка, и его нужно слушаться и защищать. Тем более, сейчас они идут гулять. «Вова, только больше ни с кем не связывайся!» – напутствовала его бабушка. «Ладно». «Нет, что ни говори, а Вовке здесь сразу понравилось. Никто тебя не пилит. Делай, что хочешь. Рядом речка, лес, пес умный. Дома о собаке даже заикаться не стоит». Ушел внук. И Полина Федоровна вышла на скамейку посидеть. Тут же соседки подсели. И так-то каждый день темы для разговоров находятся. А сегодня тему разговора и искать не надо. Внук Полины побил Пашку, главного хулигана поселка. Соседки наперебой стали охать. «Как же этот твой с ним справился? Он на полголовы выше и на два года старше». Татьяна-то, Татьяна все время глазами моргала, что ее Пашка кого-то побил, а сегодня ему самому досталось. «Ты, Полина, смотри, Пашка друзей своих соберет, побьют они твоего внука». С одной стороны, Полина Федоровна с какой-то гордостью слушала эти восклицания, но с другой стороны, стали мысли в голову приходить. «Это что же, мой внук так и будет каждый день драться, а если, правда, его завтра побьют, муж с сыном с вахты вернутся, что я им скажу, а снаха-то меня совсем заест». За разговорами не заметили, как темнеть стало, и только тут она опомнилась. «Ой, девки, а внук-то мой где?» Быстро достала телефон, набрала номер. «Вова, ты где?» «В лесу. Где?» «Мы с Бураном другим путем до речки пошли. Через лес. Сейчас обратно возвращаемся. Комары заели. Откуда у вас их столько?» «Кто это по лесу ночью ходит?» «Ладно, баба, сейчас вернемся». «Да, Полина, с твоим внуком не соскучишься», — произнесла одна из соседок. «Боевой у тебя парень». Вести беседу далее бабушка уже не могла. Все смотрела в сторону леса. Наконец показался внук. Подошел к схамейке. «Бабушка, у тебя есть чем лицо помазать? Чешется все». Идем, горе-то мое. Когда зашли домой, подала ему кастрюльку. «Иди, Бурана накорми. Я его в начале девятого кормлю, а время уже десять». Через час Вовка, сытый, вымытый, с намазанной какой-то мазью лицом, уснул. А бабушка все охала, глядя на одежду внука. Всю рубашку порвал и брюки измазал. Покопалась в сумках с одеждой внука. Вроде запасная рубашка есть. Надо ему дешевых футболок купить. Все равно все перервет. На следующее утро он вышел гулять с собакой. Вдруг, словно из-под земли, появилась симпатичная девчонка его возраста. А нашла она встречу со скучающим видом. Разве Вовка мог просто пройти рядом? «Девочка, у вас где здесь магазин?» «Тебе какой?» Похоже, та ждала, что на нее обратят внимание. «Мороженое охота». «Тогда тебе надо...» Она не договорила. «Пошли вместе», — решительно произнес Вовка. «Пошли». Тут же согласилась девушка. «Тебя как зовут?» «Светлана». «Ух ты! Меня Владимир». «Это ты Пашку разукрасил?» Вовка забежал в дом, сразу бросился в ванную комнату, но бабушка его остановила, протянув кастрюльку. «Иди, Бурана покорми». «Давай». Через минуту он вернулся и вновь бросился в ванну. Вышел оттуда, стал расчесываться перед зеркалом. «Ты куда собираешься?» — поинтересовалась бабушка. «Пойду искупнусь», — скучающим голосом ответил внук. «Что-то не похоже. Есть будешь? Потом». Полина Федоровна пила чай на веранте, когда увидела подбежавшую к ее забору подругу. Вид у той был взволнованный. Тут же выглянула и спросила. «Фая, что случилось?» «Звони своему оболтусу. Анна сказала, что он мою внучку куда-то в лес повел». «А сама-то что не позвонишь?» «Она не отвечает». «Фаина, зайди, сейчас позвоню». А собака не тронет она. Набрала номер внука, но тот отвечать особо не торопился. Уже и подруга зашла и стала прислушиваться. Наконец послышался недовольный голос. «Баба, ну что?» «Ты где?» «На речку иду». «До речки пять минут ходьбы, а ты уже целый час идешь. Ты один?» «Ну, с подругой. Уже подходим к речке». «А почему Светлана своей бабушке не отвечает?» «Уже обо всем растрезвонили». Послышался из телефона тихий девичий голос. «Все нормально, сейчас позвонит». Тут же раздалась мелодия на телефоне соседки, за которым последовала ее длинная лекция о невыносимом поведении подростков. Соседка осталась пить чай, продолжая обсуждать внуков. Детский крик заставил обеих броситься к окну. Возле окна стоял мальчишка и кричал. «Баба Поля, мы на речке купались, а Серега Малек его течением на середину понесло, и он скрылся под водой. Ваш Вовка бросился спасать и тоже». «Что тоже?» – побледнела Полина Федоровна. «Тоже исчез под водой». «Боже мой!» Схватила пузырек, дрожащей рукой достала таблетку, положила под язык и бросилась вместе с подругой к двери. Когда подруги добрались до реки, там толпились люди. Плакала мать Сереги, двое взрослых парней на лодке поплыли по течению реки. «А Светлана, внучка моя где?» – вскрикнула подруга Полины. Мальчишки тут же, перебивая друг друга, стали им рассказывать, что произошло. Вовка что-то сказал Свете, и она побежала в ту сторону, а сам он поплыл. «Вон они!» – раздался чей-то крик. По берегу, оживленно разговаривая, шли Вовка и Светлана и вели за руки маленького Сережу. Родственники бросились к ним, обнимая и одновременно ругая своих отпрысков. «Больше ты у меня из дома не выйдешь!» – кричала Полина Федоровна на своего внука. «Баба, ты что?» – Вовка, как всегда, не видел повода для волнения. Я хорошо плаваю. «Еще день не прошел, как ты у меня живешь. Я за последние десять лет столько не волновалась, сколько за один этот день!» «Вовочка, родной мой!» – подошла мать Сережи. «Спасибо тебе!» Потихоньку страсти утихли, и все стали расходиться. «А ты что, не собираешься идти домой?» – удивленно спросила Полина Федоровна у внука. «Баба, мы даже еще не позагорали и не искупались!» «Так ты еще не накупался?» «Баба, да ладно тебе! Что со мной может случиться?» «И ты тоже остаешься?» – спросила и Фаина у внучки. «Да, бабушка!» – а в глазах мольба. Через неделю бабушка привезла Вовку к матери. Он занес в квартиру две сумки, затем сбегал к подъезду и принес еще две. «Здравствуй, Наташенька!» – ласково обратилась свекровь к Наталье. «Что-то я приболела!» – трудно стало за Вовкой следить. «Я понимаю, Полина Федоровна, годы!» – сдерживая улыбку, произнесла сноха. «Вы проходите! Сейчас на стол накрою!» Свекровь прошла на кухню и сразу приступила к разговору. «Наталья, я думаю, ты, пожалуй, права. Подавай на алименты. С двумя детьми тяжело. Вчера Олег звонил. Говорил, что не может без Вовки и Даши и меня. Помирились мы с ним». «Вот и хорошо! Я так рада!» Тут раздался шум открываемой двери в прихожей, а через пару секунд на кухню ворвалась младшая сестра Вовки. «Здравствуй, бабуля!» – поцеловала в щеку. «Здравствуй, внученька!» «Вовка где?» – сразу спросила та. «В комнате!» «Ага!» – и бросилась туда. А мать с бабушкой невольно прислушивались. Вовка! – раздался крик девочки. «Привет, Дашка! Никто не обижал, пока меня не было?» «Ты представляешь?» – стала воодушевленно рассказывать сестренка. «К нам во двор приехали новенькие. Там мальчишка. Ему всего десять лет, но из себя крутого строит. У нас мяч отобрал и пнул его за гаражи. Мои мальчишки хотели с ним разобраться, но у него брат большой, четырнадцать лет. «Ты их там встретишь? Скажи, чтобы выходили вечером. Поговорим с ним». Наталья с улыбкой смотрела на свекровь, с каким-то испугом слушающую этот диалог. Она прекрасно знала своего сына и представляла, что пережила его бабушка за эту неделю. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.